Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников. На днях Игорь Белецкий выложил у себя на канале любопытный ролик, в котором показывается такой опыт. Берется шарообразный неодимовый магнит, стальная спица, магнит прикрепляется к этой спице, а потом спица вращается в пальцах в ту и другую сторону, и магнит поднимается по ней вверх и спрашивается, почему же он это делает. Кто этот ролик не смотрел, очень рекомендую его посмотреть, там еще под ним хватает весьма любопытных комментариев. А на нашем канале уже наверное десяток зрителей обратилось к нам с просьбой воспроизвести этот опыт и прокомментировать его, чем я сейчас и займусь. И я вчера пошел в магазин, купил неодимовый шарик диаметром 20 миллиметров, вот он у меня. Нашел несколько стальных спиц разных диаметров и стал проводить опыты. Давайте сейчас мы эти опыты повторим. Вот я беру спицу диаметром 3,8 миллиметра, начинаю вращать, ну и в общем давайте лучше шарик пониже сначала держать. Он вверх таки поднимается, но очень не быстро. Следующая спица, ну я реально с ней и начинал опыты, диаметром 2,6 миллиметра. Как я ее не вращаю, шарик вверх не поднимается, даже немножко приспускается вниз. Не удается опыт провести. Следующая спица диаметром 2 миллиметра. Шарик, очевидно, к ней прикреплен слабее. В общем, что-то он тут такое выделывает, но поднять его мне не удается. И я уже было собрался этот опыт не показывать, говорить, что не воспроизводится, но жена нашла мне еще одну спицу. Она тоже диаметром 2 миллиметра. И вот я сажаю на нее шарик, и он выделывает своеобразные движения и действительно поднимается вверх. Давайте посмотрим на него покрупнее. И забрался до самой руки. И спрашивается, а чем же отличаются эти две спицы? Они обе имеют диаметр 2 миллиметра. Ну, единственное, что одна из них блестящая, полированная, а другая черная, но тоже гладкая. И у нас появляется не только вопрос, почему шарик поднимается вверх, но и почему он лучше поднимается по вот этой спице. Давайте еще раз покручу. А он идет не очень, а теперь пошел, 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 пошел и добрался до руки. И первое, что приходит в голову, взять и померить силу, с которой магнит притягивается к спице. Ну, с этой целью собрал совсем нехитрую установку. Здесь зажат шарик. Я к нему прикрепляю спицу. На спицу приделана нитяная держалка. Цепляю за эту держалку датчик силы. Придерживаю конец спицы, чтобы она не ерзала по магниту. И отрываю. И вижу, что сила для полированной спицы составляет 10 ньютонов. Теперь то же самое сделаю с вот этой черной спицей. Отрываю и получаю те же самые 10 ньютонов. Разницы в силах нет. Но может быть тогда разница между этими двумя спицами состоит в том, каков коэффициент трения скольжения между их поверхностью и поверхностью шарика. Тем более, что и на глаз поверхность этих спиц разная. Ну, давайте возьмем это и проверим вот таким образом. Потянем спицу вдоль шарика и измерим возникающую про этом сила трения. Я установил сначала полированную спицу, потянул и вижу, что сила трения составляет что-то в районе одного ньютона. Теперь надо поменять спицы. Берем спицу с темной поверхностью. Присоединяем датчик. Приготовились. Тянем и видим, что здесь сила трения действительно больше. Она примерно равна двум ньютонам. Между спицами в этом отношении имеется существенная разница. И вот получается, что в случае блестящей спицы, прижимающей силы в 10 ньютонов, конечно, достаточно, чтобы шарик удерживался на спице и не соскальзывал. Ведь масса шарика составляет 30 граммов и, соответственно, вес всего лишь 0,3 ньютона. А мы знаем, что чтобы подвинуть шарик, нужно приложить силу в 1 ньютон. Но, тем не менее, этого трения, которое возникает, недостаточно, чтобы шарик хорошо шел вверх. А впрочем, идет. Смотрите, ну что-то он у меня не очень шел, а сейчас стало получаться лучше. Ну, а вот в случае темной спицы коэффициент трения вырастает два раза и каким-то образом этого коэффициента трения хватает, чтобы шарик буквально закидывать наверх. Вот этими движениями в ту и в другую сторону. И мы можем сразу же сделать еще один опыт. Я взял электродрель, закрепил в нее темную спицу, сажаю на спицу шарик, буду спицу придерживать наверху, чтобы ее не разбалтывало при вращении. Включаю дрель и вижу, что при таком постоянном движении в одну сторону шарик не поднимается вверх, а даже спускается. Быть может, правда, его притягивает дрель, но повыше посажу. Нет, никакого подъема не наблюдается. Так что для подъема действительно существенны вот эти движения туда и сюда по возможности резкие. А теперь давайте посмотрим на подъем шарика, заснятый с частотой 240 кадров в секунду. Ну, честно сказать, ничего особо подробного разглядеть при этом не получается. Но мы видим эти иногда заезды прямо наверх, иногда небольшие спуски вниз, как сейчас. И в целом шарик таки совершает свои вращения и поднимается вверх. А теперь пришла пора приступить к попытке объяснения, насколько уж оно получится у меня правдоподобным. И для начала я нарисую силы, действующие на шарик, когда он просто висит неподвижно на вертикальной спице. Ну, сначала силы, которые действуют в вертикальном направлении. Эта сила тяжести, она приложена к центру шарика. И она уравновешивается силой трения покоя, приложенной к точке контакта шарика и спицы. Ну, и, соответственно, направленная вверх. Вот эта пара, красная и желтая силы. А теперь надо нарисовать силы горизонтальные. И это, с одной стороны, сила, с которой шарик притягивается к стержню. Я ее изобразил зеленой. Ну, и для простоты я ее нарисовал, как будто она исходит из полюса нашего магнита. А вторая сила, это сила реакции опоры. Она приложена к точке контакта шарика и стержня. Почему эти две силы разнесены? Почему они не направлены вдоль одной прямой? Ну, потому что желтая и красная силы создают момент вращения, направленный по часовой стрелке. А стало быть, синяя и зеленая силы должны создавать момент, направленный противоположно, против часовой стрелки. Ну, правда, можно оценить расстояние между этими двумя стрелками. Значит, между желтой и красной один сантиметр. А сами эти силы, ну, сила тяжести и сила трения, они, как мы знаем, составляют три десятых ньютона. А вот эти две силы, они равны десяти ньютонам, в тридцать три раза больше. Поэтому расстояние между горизонтальными стрелками должно быть в тридцать три раза меньше, чем расстояние между вертикальными, чтобы моменты были одинаковые. Ну, соответственно, здесь один сантиметр, а здесь тогда одна треть миллиметра. Вот такой наклон имеется у оси магнита. Но этот наклон очень небольшой, чтобы полюс сместился примерно на треть миллиметра по отношению к точке касания. И тем не менее, это смещение оказывается существенным. А теперь попытка объяснить, почему при резких поворотах спицы туда и сюда шарик поднимается вверх. Ну, и для этого мне нужна модель. Это будет вот этот воздушный шарик. Я здесь пометил три точки. Синяя точка – это полюс магнита. Красная точка – в ней сейчас стержень будет соприкасаться с магнитом. Ну, а полюс, как мы знаем, находится несколько выше. А зеленая точка мне сейчас потребуется в объяснении. Представьте теперь, что стержень сначала вращается медленно. Тогда и магнит будет вращаться вместе с ним. Ничего интересного не произойдет. Но что случится, если я проверну стержень быстро? Из-за инерции шарик не пойдет вместе с ним. А из-за существенного трения я буду вращать стержень в одну сторону, а шарик будет вращаться в другую. И вот таким образом они развернутся. Сейчас произошло соприкосновение в зеленой точке. Но теперь синий полюс хочет притянуться к стержню. И как ему легче всего это сделать? Да очень просто. Взять и провернуться вот так вокруг зеленой точки. Ну и где-то там между зеленой и синей будет новая точка соприкосновения. Ну а дальше все будет повторяться в таком же духе. И вот так каждый раз на вот таком проворачивании полюс и приподнимается вверх. Ну а вместе с ним весь шарик. И конечно все вы теперь готовы объяснить, почему по блестящему стержню шарик поднимается вверх весьма и весьма нехотя. А вот по темному стержню он делает это очень решительно и быстро. Ваши суждения по этому поводу, а также всякие другие соображения, пишите в комментарии к этому ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok